Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чтобы ночь помокла, она становится мягкой, такой вот, долго не требует ее варить. И варится она так, чтобы не разваривалась. Чтобы она до одной отсказки. Чтобы фасолинки было видно. Да, и чтобы не было там, не было. Девушки отдыхают Мы вам зараз все покажем. А в уголе у якости нашинки может быть только фасольцы, могут быть инши нашинки. Можно и капусту. Можно капусту, можно мясо. Можно мясо, как есть воно. Были очень большие семьи. По 10, по 12, по 8 детей. Да и еще и дедушка с бабушкой обязательно жили в семье. Теперь молодежь разъезжается, они сами остаются. А тогда досматривали уже их до самых всех, до самых пожилых годов и до смерти. И там было много, человек 15, 12 семьи. Надо было кормить чем-то. И придумывали вот такие стравы, которые не требовали больших затрат. Что тут говорит, семьи саправды были великими. А вот для того, чтобы наглядеть судженого и судженую, молодые люди на полесе собирались разом. Девчата и хлопцы собирались на вечерки. И вот, как девчине понравился хлопец, чтобы его при себе... Притянули до себя. Притянули его. Чтобы он его любил. Чтобы они его любили. И вот приходят на вечерки, и уже девчина угощает его. Чтобы его, ну... Ну, она не только его, она на стол ставит, потому что, когда собирались на вечерки, они же долго, приходили рано, и долго сидели. Потому что надо было робить всю ночь. Надо было прасти, надо было ткать, надо было вязать, надо было шить вот эти вот все кофты, шить эти спиднички, фартушки, вишивати. И долго сидели. Поэтому там, где они были, у якого хозяина уже сидели, той хозяин их обязательно вечеряти приглашал. Ну, в основном, что капуста, горочок, картошка такая, или печенцы. Пекли, кидали, как вытопляют губку, накидают в жар. А невкусные эти печенцы. Ложили на стил. И приглашали уже. А это ж девчата еще старались что-нибудь придумать, чтобы интересное и вкусное, чтобы такое, да. Чтобы хлопец лучше ей полюбил. Вот. А вот это и делали и полюбеницы, которые они придумали. Скажите, это отримывалось так, что полюбеников принести на вечерки, поставить на стол. Некольких хлопцев могли часто ваться. А, конечно, поставить, да. Но она не приносила. А если до них приходили. А, да, и когда до них приходили. У нее приходили, они угощали. Она уже целый день думала, что же придумать, чтобы такое вкусное. Чтобы полюбили ее, похвалили ее. Значит, и хлопцы до нее, может, уже до нее бы то притулиться лучше. Скажите, а девчата, может быть, с ней к нам вот поборничали помеж собой? Кого полюбеники лучше отримываются? Ну, да, да, и так было. Одни были полюбеники с капустой, другие с фасоли. Да, всякие придумывали, каждый собі придумывал. Вот отжали картошку, выкладываем вот эту сюда. И сейчас... А эти соль, эти еще нечто, треба добавлять сюда? Нет, сюда нет, вот тут добавлено. А соль есть сразу у фасоля? Да. Из этих, с фасольки, робим вот такие маленькие. Ну, фасольку башна тут, ну, такую. Не просто кашица отрималась, а башна фасольку. Потом берем картошку эту. И в середину, в середину, вот, залипаем. Ну, 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 вот не веду, альбо драник отримливается, альбо таки варенник, нечто такое саренник. Полюбеник, полюбеник, так. Отримливается полюбеник. И уже хлопец, что оставался, это не полюбеник, не веду, на что уже сдойная, это будучая господиня. И уже, он думает, что он голодный не будет, уже она ему смачно у него. Полюбеник, да, клавна будет на столе. Полюбеник, обязательно будет. Сробите мне эту стилу. А, Волю, что робили на вечерках, чем займались? А я же беру, кто брал, кто вышивал, кто вязал. Ну, там и девчата, и хлопцы. Девчата, и хлопцы, да. Можете так само попробовать полюбеник сделать свой? Хлопцы вязали веники, вязали, проросили, кошки плыли. Хлопцы еще с гармошкой прийдут, вот они работают, уже спать хочется. Уже засыпают девчата, так, как у Делю прадет. Трошки развеселятся, перетанцуют пару танцев и опять за работу. Зараз пожарим. О, теперь добрый полюбеник отрибливается. О, уже научились. Так, с девчатами мы разобрались. А вот, может быть, вы про себе трохи скажете, а коли девчина звертает увагу на хлопца, на какие я нарисы, найперш, зверни увагу. Какие наибольшие ценятся у полезских девчат? Хорошие полюбеник. А хороших это что, значит? Красивые. А, ну да, сгаджусь. Красивые, чтобы добрый был, чтобы Рилки не пил. Так самое, вельми значно. Да. Других девок не любил. Других девок не любил. Как полюбеники не носили, другие девчата. Человечий был. Ой, что-то у меня получилось, не понятно. Ну, все, разлюбил. Я уже. Ничего, разлюбить. Я еще один злепить, то полюбить знову. Это, значит, так само выбирали на первых господарах. Да, не одного, Маша. Да, я одного в дедовый слеплю и занесу. Хочу, чтобы дед любил кричьи. О, дед ваш девица сегодня. Жонка пришла с полюбениками. С полюбениками. Ой, братцы. Что, какие хорошие. Ну, так для деда что-то делать. Бо я бы дедовала, то бы дед мой хороший. Полюбеники мы смажем у решти-решти. Мы их не адварваем, ничего газония не робим. Смажем. Да, что мы будем делать. Звучайно. Полюбеников с капустой и фасолью. Кто для молодых хлопцев, а кто и для деда. Мы наляпили. Теперь застается их только подсмажить. Полюбеники, бадай, самая чарованная снита узкая страва уже подсмажена, а значит готова. Але, кроме полюбеников, я бачу на столе еще есть некие стравы. Что это за стравы? Это квас. В горшочке стоит. А это брекус. Брекус. Такая нагладзюная. Это такой брекус. Хлеб когда-то, ну, никогда, не дай бог, чтобы кусочек хлеба можно было выкинути. Чи отдать там свиньям, чи корови. Никогда. Это все, любой кусочек собирала хозяйка. И она его сушила, чтобы он не зацвил. А потом, как насобираются, насобираются много. Тоже придумали такую еду, чтобы не выкидать, а диток кормить. Она режет кусочками, нарежет вот такими кусочками. А и води, кипячоненькие води. И такие тепленькие, потому что он же твердый. И заливает кипятком. И постоит немножечко, подсолит немножко. Если есть сало, то значит кусочек сала пожарить трошечки. И с цибулькой зажарить так, чтобы ж розовенькая цибулька. И чуточку вкинуть. И такую макитру поставлять большую. Дитки бежать, едять. А почему именно это брикус? Это же так само, а не просто так назвать такая брикус? И один хозяин, чоловек этой хозяйки, которая придумала такое. Пошел и говорит, ешьте, дитки, ешьте. Вельм гето смачное. А як наестесь, то оно вы брикувати будете. Теперь зрозумела, чему брикус. А вот такие грибные крупные квасом прозвали так само нездарма. Особливый смак этой страве надает рассол квашеной капусты. Тому и квас. Хотя на первый взгляд суп с крупами, грибами и цибулей. И подают его гаражам. А что делали квас с бураками? Резали бураки, чистили, помеют, почистят, порезать кусочками. И чи в горшочках, чи если есть банка трехлитровая, наложить. Наливают холодной водой, завязывают марлечкой или таким каким-нибудь тюлькой, линка такая, чтобы не закрывают плотно. И ставят в теплое месте. На печи у нас где самое теплое. На печи месте. И вот недельку стоит, может и пишь. И он такой кисло-сладкий, вкусный очень. А потом его охлаждают. И в основном брали косцы, как идут косы летом. А его могут опустить в колодец. У ведро и в колодец охлаждают. Его холодненький. И вельми добрый, он полезный. Дорогие мои господины, великое вам дякую за сегодняшние стравы. И за брыкус, вельми для меня при нам сидевной назвой. И за квас. Теперь стало зрозумело, почему минавито квас без квашенной капусты. И особенно великое дякую за полюбинники. Дай Бог, чтобы вы это варили дома. Особенно и квас, и брыкус, и особенно полюбинники. И чтобы вас всегда любили, все любили вас. И хлопцы, чтобы любили. И кобуло здоровье. Так что в полюбинниках нам потребуются бульба, фасоль, капуста, аллей и соль. На вечерках хлопцы у першую чергу звертали увагу на дяучан господарливых. У свою чергу полезкие дяучины могли привабить судженого альбо вышелкаю, альбо полюбинниками. Либо, як кажуть, гэта прамы шлях для серца каханага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова